К несложным фактам, самое сложное в нем это сделать достаточно большое количество накидов. Если ваша машинка не справляется с таким количеством, делайте меньше. Рисунок от этого не сильно пострадает, он будет просто немножко поуже, но эффект вот такого разделения цветов все равно останется. Моя машина берет 6 накидов, вот данной конкретной пряжей. Если ваша будет брать меньше, бежите не по 3 ряда, как я вам сейчас покажу, а по 2. Рисунок от этого, как я уже говорю, не пострадает, но вязать будет несравненно легче. Самое главное по рапорту выдвинуть иглы в переднее рабочее положение. Это основа. Начинаем с того, что мы делаем расчет на иголках, смотрим, как у нас выдвигаются петли, перепроверяем себя еще раз и после этого мы уже точно не ошибемся. Так, у меня было вот это. Раз, через 3. Так, раз, через 3, 2. Вот таким образом я выдвигаю иголки. 9 игл у меня между блоками. Блоки состоят из 5 игл. Первое, что я начинаю, выдвигаю по 2 иглы каждого блока. Остается 1 иголочка в рабочем положении, 2 впереди, 9 игл работают, 2 впереди, 1 работает, 2 впереди, 9 работают. И отделочным цветом, или основным, не знаю, цветом А, называйте им, как хотите, провязываю. Я провязываю 3 ряда. Если ваша машина не возьмет 6 накидов 1 на 1 иглу, провязывайте 2. Но нужно пробовать. Раз. Тут будет звук. Два. Три. Три накида провязали. Теперь из блока среднего убираем иглы в работу. У меня остается по одной иголочке в переднем нерабочем положении. Еще 3 ряда. Раз. Два. Три. Все, провязали. Ставим рисунок сложный именно в том плане, что нужно постоянно смотреть, провязала машинка или не провязала. Подвешивайте точечные оттяжки, сильно оттягивайте это все, либо вяжите меньшее количество рядов. Два ряда зеленых. Те же самые иголки, которые у меня только что работали, то есть не работали, выдвигаю вперед. Опять между ними по 3 и вяжу 3 ряда. Раз. Два. Три. И выдвигаю вперед в серединку блоков. У меня остается опять 2 работают. 2 не работают. Две иглы впереди, одна работает. Две впереди, 9 работают. Две впереди, одна работает. Две впереди, 9 работают. Три. Пяда. Раз. Два. Два. И очень аккуратно. Три. Провязала. Отлично. Ставим все в работу. Видите, очень большое количество накидов. Очень. Два ряда зеленые. Раз. Два. Вот так у нас идет этот рисунок. Вот так получаются наши эти с вами отделочные разделительные полоски. Вот такие вот необычные. Вот здесь может быть меньше. Если вы будете провязывать, видите, у меня здесь 6 рядов. Если вы будете делать по 2 накида, у вас будет здесь немножко поуже вот этот шарик. Он будет 4 ряда. Вот, собственно, вся разница. Он не будет такой насыщенный, он будет немножко поуже. Но зато машина с ним справится гораздо проще, чем с 6 накидами. Поэтому смотрите, как ваша машина на это реагирует. И такой вот очень интересный рисунок для шапочки, для кофты. Даже штанишки можно связать ребенку. Мальчишке почти футбольное оформление. Очень необычно. Главное просто, самое главное в этом рисунке следить за тем, чтобы машинка провязала такое огромное количество накидов. Провязывает, проблем у вас не будет.